В 13.04 в городе Кирове начинается программа «Особое мнение». У микрофона Светлана Занько и свое особое мнение сегодня высказывает директор института бизнеса Лев Шварцблат. Лев Доведович, добрый день. Добрый день. Тулеев потребовал с 6 апреля запретить коллекторам вышибать долги. Губернатор Кимеровской области Аман Тулеев распорядился запретить работу коллекторских агентств в Кузбассе с 6 апреля. Материалы по выявленным случаям выбивания долгов с населения Тулеев поручил передавать в следственные органы и главе Центробанка Эльвириной Биулиной. Все это произошло после памятного отвратительного случая, который произошел, вы знаете, в Сибири, когда коллекторы изнасиловали женщину на глазах у мужа и ребенка. Вроде бы этот факт не подтвердился. Он сейчас разрабатывается, то есть мы не можем говорить о том, что это точно так, но, по крайней мере, потерпевшие пожаловались. Вот. Ну вот как губернатор поступил в Кимеровской области с этим? А вы что считаете? Ну, конечно, это, с одной стороны, такой очень красивый жест, который сделал губернатор. В общем и целом, эта ситуация, конечно, из-за того, что не урегулирован был вот этот вот рынок. То есть когда его создавали, рынок предоставления микрофинансовых услуг, ну вообще банковских, микрофинансовых. То есть у нас, когда это все стало как бы расцветать, значит, ну, до конца не продумали, да, то есть ведь всегда там ситуация, когда выдаем кредиты, всегда есть ситуация, когда часть кредитов не возвращается. Плюс, ну, можно было предвидеть, нужно было предвидеть о том, что там, если кризис, значит, какие-то сложные ситуации, да, там количество невозвратов начинает увеличиваться. И я думаю, что ни банки, ни микрофинансовые организации, они, в общем, к этой ситуации оказались не готовы. И, значит, вот те методы, которые сейчас есть в законе, они, в общем, значит, вот позволяют, ну, как-то позволяют кредиты, выданные предпринимателям, возвращать. А то, что касается кредитов, выданных населением, то тут, в общем, значит, есть возможность их не платить. Тогда, значит, ну, начинается увеличивать. То есть это один процент, два процента, это как бы заложено в риск, это заложено в процентную ставку. Когда, например, 10, 20, 30 процентов, это уже начинает, в принципе, угрожать бизнесу. То есть, в принципе, бизнес может разориться, потому что, ну, так сказать, там такой разрыв, кассовый, да, когда деньги выданы, вернуть их не можем, он начинает бизнесу угрожать. Ну, вот тогда, значит, они начинают обращаться к коллекторам. Ну, а, собственно говоря, тут уже вот, чем коллекторы занимаются, значит, это уже, ну, как бы отдельный разговор. И, конечно, эта деятельность должна быть урегулирована, то есть должно быть, ну, как бы прописано, расписано в законе, как и что они могут делать, что они не могут делать. Но, в общем, это придет к тому, что у нас и рынок, и, наверное, это правильно, вот это предоставление кредитов и микрофинансовых услуг очень свернется. Потому что, если банки, микрофинансовые организации будут видеть, что, ну, потенциально есть возможность невзврата, а, так сказать, там, вернуть уже очень сложно и долго, туда им проще будет не выдавать. Вот те случаи, которые произошли с участием коллекторов, а это ведь не единственный случай, мы же помним, что такой случай был в Ульяновске, когда пострадал двухлетний ребенок, когда бутылку с зажигательной смесью бросил коллектор. Или случай, который был на Урале, когда в конце февраля коллекторы вломились в квартиру заемщиков, а Свердловской области угрожали 12-летнему мальчику расправой и поджогом, заперли его в квартире, заклеили замок. Множество таких случаев, и эти жалобы лежат в том числе и в Общероссийском народном фронте, и в общественной палате Кировской области по поводу микрофинансовых организаций. И, кстати, заметьте, ведь почему-то речь идет о коллекторах, именно связанных с микрофинансовыми организациями, а не со Сбербанком. Это что, какие-то другие коллекторы? Ну, мне сложно сказать. Я думаю, что, может быть, просто Сбербанк обращается, наверное, к одним коллекторам, если все обращаются, а микрофинансовые организации, наверное, к тому, кто им как-то пообещает, или может, скажет, что мы действительно все это вернем. Но ведь в любой деятельности всегда есть люди, которые нарушают законы и правила. То есть, что бы мы ни взяли, возьмем выдачу кредита. Да, ведь есть мошенники, которые мошенническим образом получают кредиты, на которые жалуются банки. То есть, вы хотите сказать, что коллекторы тоже люди, и среди них попадаются негодяи? Да, совершенно верно. Негодяи, которые насилуют женщин? Ну, в первую очередь... И коллектором скому агентству что? Я вот, кстати, результатов не вижу никаких. Нет, подожди, если он такое совершил преступление, то его за это преступление не накажут. То есть, значит, ну, вот там, значит, есть его пострадавшие... Ну, у него есть доступ, вы понимаете? Он пришел на коллектор. Ну, нет, это говорит о том, что нужно, чтобы эта деятельность была регламентирована. Раз, значит, такие случаи повторяются раз в раз, это означает о том, что, значит, необходимо регулирование этой деятельности. И, значит, чем быстрее это произойдет, тем лучше. Тут, кстати говоря, уже ЦБ принял очень правильный шаг. Они ограничили соотношение основного долга и процентов. То есть, сейчас может быть, что у вас взяли, там, условно, 5 тысяч рублей, а процентов набезало 240 тысяч. Как и случилось в данном случае. Да. И, ну, явное, как бы, несоответствие, да, несоразмерность процентов основному долгу. Ой, как будто это вот только сейчас произошло, Леонид Дарькович. Почему нужно было довести до таких случаев Центробанку, чтобы вообще предпринимать какие-то шаги? Ну, так у нас вся система работает. Ведь говорили об этом очень давно. Очень давно говорили, да. И вот этот шаг, что, как бы, соразмерность основного долга и процентов, да, что сейчас, по-моему, там, не может больше, чем в 4 раза превышать. То есть, если ты взял 5 тысяч рублей, то больше, чем 20, уже процентов с тебя не могут взять. И, наверное, это, ну, как бы, был шаг, который, наверное, надо было сделать с самого начала. Но, в общем, лучше поздно, чем никогда. То есть, почему не сделали? Ну, ответ мы все с вами прекрасно знаем. Почему не сделали? А скажите, озвучьте. Ну, потому что, вот, у нас так все работает система. Нет, нет, не поэтому, Леонид Дарькович. А почему? Почему не сделали? Неужели только система виновата? Ведь всегда это кому-то выгодно. Нет, я не думаю, что это кому-то выгодно, потому что, конечно, вот эти вот ситуации, как с коллекторами, так и с микрофинансовыми организациями, они, в общем, ослабляют жизнь и тех, и других. То есть, ведь у нас, ну, давайте все-таки посмотрим соотношение коллекторов, работающих в рамках закона и нарушающих закон. Я не думаю, что тут у нас 90% нарушающих закон, и 10%. То есть, всегда это примерно там 80 на 20. Поэтому вот эти все случаи, они, ну, или вспомните вот ситуацию, например, когда у нас был пожар в ночном клубе. У нас ведь не все ночные клубы работают так, как вот этот клуб, который был в Перми. Но потом под, как бы, раздачу попали все, значит, и, значит, ну, то есть, с самого начала эти были правила, с самого начала были, значит, там, инспекторы, которые, значит, на что-то закрывали глаза. То есть, надо просто дождаться, когда вот что-то грохнет, и после этого, наконец-то, начинать действовать, ну, по правилам и по нормам. Да, ну, я вот для наших слушателей, кто в этой теме заинтересован, Ссылаю вас в публикации на канале ТВЦ. От 6 апреля губернатор Кемеровской области Аман Тулеев запретил вышибать долги, это прямо его слова, коллекторам с кузбассовцев 6 апреля. Кроме того, ну, он поручил кузбассским правоохранительным органам разобраться по всем случаям угроз должникам, поступающим от коллекторов. Главам городов и районов депутатам дано поручение рассмотреть на заседаниях местных комиссий, по закредитованности, ситуацию каждого должника отдельно и помочь им. Ну, вот смотрите, это, с одной стороны, очень правильный шаг, потому что вот такое, как бы, резкое действие, оно сейчас, ну, наверное, заставит законодателей, значит, как можно быстрее принять соответствующие законы и правила. С другой стороны, если, значит, деятельность коллекторских агентств будет запрещена, значит, я не удивлюсь, если и микрофинансовые организации прекратят свою деятельность кузбасса, потому что, значит, в рамках закона они вернуть не могут, к коллекторам обращаться нельзя, тогда, значит, они выдают, значит, кредиты и обратно получить не могут. Ну, тогда какая-то, получается, с точки зрения экономики, бессмысленная деятельность. Ну и все, и пускай закрываются. Да, и тогда закроются, и там этой деятельности не будет. К следующей теме переходим. Ну, опять же, подождите, а при этом ведь есть и те, кто брал эти займы, да, действительно, до зарплаты и возвращал их вовремя, то есть тогда эти люди начнут жаловаться, что вот у нас закрыли микрофинансы, откройте их, что в этой ситуации дальше будем делать. То есть это же всегда вот такие качели, которые, так сказать, там, есть те люди, которым это нужно, просто, значит, ну, вот микрофинансовые организации уйдут, и тогда будут в другую область ездить за маленьким займом. Ну, вы же не будете спорить с тем, наверное, что коллекторские агентства должны действовать только в рамках закона. Нет, конечно, не будут. А это уже превышение. Да. Закройно. Стоянки для туристов. Президент Владимир Путин, вот буквально только что, поручил оборудовать стоянки для туристических автобусов у железнодорожных вокзалов, аэропортов и портов страны. Делать это нужно прямо вот срочно, я так понимаю, в этом году, потому что, как мы понимаем, внутренний туризм развивается. На портале «Бизнес новостей» есть вот эта новость сегодняшнего дня. В региональном министерстве в нашем уже подсчитали необходимую площадь стоянок, исходя из количества туристов, прибывающих на вокзалы. Как они, интересно, их посчитали? Заранее? Как-то вот посчитали, сколько может приехать и какие нужны площади для стоянок. Красота? Я так понимаю, что в Кирове особой проблемы я не вижу. У нас, по-моему, стоянку сделали дополнительную на месте снесенного рынка, и вообще привокзальная площадь, там есть возможность куда поставить. Проблем у наших-то властей, конечно, не будет. Были бы туристы, были бы туристы. Почему целый президент распоряжается сделать стоянки для автобусов, а про сделать дороги, по которым они будут ездить, Владимир Владимирович ничего не говорит. В то время, как я смотрю, не только в нашей области, но и в других областях народ бушует, закладывает чем только можно ямы и удивляется, куда испарился асфальт. А он это в рамках какого-то выступления или какого-то форума, вот такое предложение сделал? То есть это же, наверное, ну как-то вот, я просто контекст не видел, в каком контексте он это сказал. Эта работа связана с выполнением поручения президента Владимира Путина. К сожалению, бизнес-новости не говорят в рамках чего-то. Ну, то есть, опять же, у нас как бы в нашей такой, в нашем менталитете, да, когда... В рамках работы по развитию внутреннего туризма, мы понимаем. Да, вот в нашем менталитете, когда мы ждем, когда самые главные скажут, и тогда вот это точно надо делать. То есть до того момента мы как-то вот вроде понимаем, что надо делать, Вы мне как экономист, Евдович, объясните логику. Это менталитет, это экономики не по отношению. Нет, развивать внутренний туризм, начиная со стоянки у железнодорожного вокзала для туристических автобусов, при наличии, отсутствии дорог в области. Объясните мне, почему со стоянки? Нет, тут, конечно, нужно, я не знаю, почему со стоянки, тут нужны все компоненты. Во-первых, нужно, чтобы, ну, куда туристы приезжают, да, то есть, что посмотреть. Есть ли все вот эти вот объекты... Но объекты-то, наверное, объектами худо-бедно как-то работают. Но ведь куда-то должен тронуться и поехать этот автобус, и приехать целыми туристами. И почему-то, да, и должен доехать. Ну, может быть, это будет... И логики, я не понимаю. Может быть, там проще уже танк поставить, и тронет распортера. Владимир Владимирович, может быть, думает, что с дорогами у нас все в порядке? Ну, ему эту информацию, наверное, готовят. Вот, может быть, он пока там не очень в курсе, как с дорогами ситуация обстоит. Так, то есть, вы логики экономической не видите в этом? Ну, нет, тут, конечно, нельзя вырвать из контекста, например, только стоянку. То есть, если мы хотим, чтобы приезжали туристы, это же целая система, да, начиная с объектов, начиная с рекламы, продвижения, приезда, размещения, там, обратные связи, ну, и так далее, да. То есть, если мы выбираем один какой-то компонент, и на нем, соответственно, усилия, не делая всего остального, это не сработает. Поэтому, конечно... То есть, вы думаете, почему вы спросили меня, а в рамках чего сказал об этом президент, вполне возможно, что кроме стоянок он говорил вообще обо всей системе... Ну, да, может быть, это какое-то было там развернутое выступление, из которого выдернули часть, и поэтому обсуждать, не видя всего контекста, достаточно сложно, одно отдельное. Я думаю, что если бы в этой части было сказано, что Владимир Владимирович Путин, помимо стоянок, сказал, что и чтобы все дороги во всех областях были как с иголочки, то об этом написали бы все СМИ. Ну, если бы от этого они сделались, я думаю, что он давно бы уже сказал и не раз. Ну, вот, кстати говоря, если говорить о дорогах, то буквально после нашего с вами особого мнения в 2 часа дня начнется в Герцинской библиотеке круглый стол, текущий капитальный ремонт дорог, итоги 2015 года и планы на текущий год. Я так понимаю, что все желающие туда приглашены, так что если кто-то вот сейчас прямо готов туда, захочет пойти послушать, что говорят городские власти, пожалуйста, welcome, да, в библиотеке у меня Герцена. Правда, мы знаем о планах, потому что совсем недавно начальник благоустройства городадминистрации Вячеслав Семаков здесь был у нас в студии и ровно об этом говорил. Вывод главный – денег нет. На заплатке есть, на дороге нет. И дальше мы обсуждали предложения слушателей. Я хочу эти предложения с вами же обсудить. Я не задаю вам, заметили в лоб вопрос, дайте нам, пожалуйста, свой рецепт, как сделать так, чтобы у нас были дороги. Вот обсуждаем, что слушатели предлагают. Скинуться на дороге предлагают. А давайте с каждого человека, кто живет в Кире, 500 тысяч, скинемся по тысяче, например, а то и по несколько. Ну, 500 тысяч, мы сделаем 2 метра дороги, да. То есть скинуться не вариант. Ну, да, не вариант. Еще одно предложение. Создать одну госкорпорацию, слушатель звонил нам в эфир, говорил, по строительству дорог и вернуть в уголовный кодекс статью за растрату госимущества. Кстати, господин Семаков, который был здесь и слушал это предложение, он так кивал головой, что его так достали эти торги, что он готов уже на госкорпорацию. Что вы думаете по этому поводу? На полном серьезе. Ну, мне кажется, что действительно, вот, ведь проблема с дорогами, она не во всех регионах. И вот я только что вернулся из Краснодарского края, значит, там идеальные дороги. А что там у нас в Краснодарском крае, стесняюсь спросить, на самом юге его находится? Нет, я был в Краснодаре. Нет, я был в Краснодаре, ездил по самому Краснодару, по Краснодарскому краю. Вот, там, значит, и в самом Краснодаре, и по краю, значит, очень хорошие дороги, очень качественные. И во многих регионах, кстати говоря, вот, когда едешь на машине на юг, это особенно заметно становится, очень часто это зависит от губернатора. Потому что, например, вот, пример Волгоградской области, там, значит, были разные губернаторы, были очень плохие дороги. Там, поменялся, и сразу стало заметно улучшение качества дорог. То есть... А что они делают, эти губернаторы? Ну, значит, бюджет, он действительно ведь ограничен, да, там есть какое-то количество средств. И губернатор, в том числе, расставляет приоритеты, на что эти деньги тратятся, да, они там на разные могут быть направления, ну, в том числе, например, на дороги. То есть там есть, скажем, дорожный фонд, который целевым образом тратится только на дороги, но все дополнительные средства, если есть такая возможность, это уже, вот, если есть политическая воля со стороны, например, губернатора. Но это то, что касается дорог, так сказать, областных, да, вот, если мы говорим про Киров, дороги муниципальные, и мы их должны из муниципального бюджета. Тогда голова города, который из них, от чьей воли политической зависит? Да, тут другая ситуация. У нас надо тогда разбираться, как у нас устроена налоговая система, и как у нас формируются разного рода бюджеты. У нас источники дохода городского бюджета, они, к сожалению, сильно ограничены. То есть гораздо больше денег мы отдаем федеральный бюджет областной, поэтому те средства, которые, значит, формируются в городском бюджете, он совершенно прозрачный, да, то есть тут и, значит, Дума участвует, и, в общем, там слушания проходят, и любой у нас сейчас слушатель может зайти на сайт города Кирова и посмотреть все направления, на которые тратятся средства городского бюджета. И, ну, действительно, если мы хотим потратить на дороги, то, вот как это, как бы, не тяжело звучит, либо мы должны от чего-то отказаться. А там есть, например, строительство школ или детских садов. Слушайте, на строительство школ и детских садов, вот сейчас, на глобальной, нам дают деньги федералы. Да, дают, но мы софинансируем с городского бюджета. Либо мы действительно должны какие-то там, ну, вот, скинуться. Ну, просто вопрос... Почему мы должны отказываться от строительства школ и детских садов, когда сначала строители, которые берут разрешение на строительство больших микрорайонов, обещают построить детский садик, а потом вдруг, бац, и нет. И мы вынуждены строить за свои деньги, за бюджетные. Ну, не знаю, так. Вы же знаете про эти случаи, Лев Давидович. Ну, они не всегда ведь именно такие, то есть... Ну, не всегда, но они есть, правильно? Ну, они есть, да, они есть. И потом, бац, и мы строим за бюджетные деньги, и потом радостно говорим, что мы открываем детский садик, хотя обещали строители. Вот здесь вот нет какого-нибудь подзуха, Лев Давидович? Надо разбираться с каждым конкретным случаем. Вполне возможно, что он и есть. Потому что, но с другой стороны, это же и... То есть у нас ведь, как бы, заставляют строителей, чтобы был как можно дешевле квадратный метр, а если строители на себя берут инвестиционную, скажем, задачу по строительству школ и детских садов, куда они... Куда они... Нищие строители, особенно крупных компаний. Посмотрите на каких... Как они еле-еле выживают, Лев Давидович. Вы же их всех знаете. Ну, у них сейчас не очень, кстати, хорошая ситуация. А, они вынуждены продавать свои дома и виллы и большие машины, потому что они же, наверное, голодают совсем, да? Потому что у них плохо продаются квартиры. Нет желающих. Денег нет вообще. Денег нет, да. Давайте наполним серьезе, Лев Давидович. Ну, вот что это? Не, ну это вот у нас так... То есть вот еще раз возвращаясь. Для того, чтобы у нас в городе были хорошие дороги, надо менять систему формирования бюджета. А контроля за исполнением бюджета? А за тем, как строятся дороги, которые вот все равно строятся, потом разрушаются? Вот очень замечательно, что у нас сегодня будет. То есть лучше, чем общественный контроль, такого контроля быть не может. Вы серьезно? Да. Ну, это во всем мире так работает система. А за что у нас отвечают, извините, чиновники и городская дума? Нет, а у нас что, разве есть сомнения в том, что они как-то добросовестно работают? У вас нет сомнений? У меня нет. Вы считаете, что они работают добросовестно? Ну, я там многих людей знаю. Судя по тому, что вы видите в нашем городе и знаете их людей, вы считаете, что и дума, и администрация, у нас полностью кристально чистые люди работают добросовестно. Это конкретный фактор, я не знаю. Тогда какие у них проблемы? Почему при добросовестной работе администрации и городской думы у нас в такой грязи и в разрухе город? Объясните мне. Вы только что сказали, что когда приходит руководитель хороший, появляются вдруг и дороги. Вы сами сказали, а что в городе не такая же ситуация? В городе не такая же ситуация, потому что формирование бюджета на уровне региона и города происходит по-разному. Окей. Пример. 20 апреля будет рассмотрена касационная жалоба администрации города Кирова по решению суда относительно незаконности продажи участка, прилегающей к парку Победы. Вы помните прекрасно эту историю. Слушателям нашим тоже напоминаю. Мы активно ее освещали, тут говорили. Вы говорите про наполняемость бюджета городского и про кристально чистых людей, которые там находятся у нас, городской администрации и в городской думе. По этому участку, как вы помните, было заявлено, что коммерческая стоимость его около 200 миллионов рублей. 200-300 был разбег. Да? 200 миллионов рублей. А продали его за 300 тысяч. Вот как вы можете тогда прокомментировать наполняемость бюджета? Как это происходило? Как бы это ни происходило, Лев Давидович, городская администрация продала этот участок? Нет, ну продала. За 300 тысяч рублей, 4 гектара продала городская администрация любым способом. Нет, я просто этот конкретный случай не знаю, поэтому не могу никак прокомментировать. В смысле? Я вам говорю, и это факт. Надо разбираться, как продавали. Кому продавали, значит, почему именно такая была процедура, как была сформирована такая цена. Тут вот за каждой процедурой торгов очень надзор со всех контролирующих органов. Если процедура нарушает... Ваш победа представляетесь? Тут же как бы протестовала. Она протестовала. Да. И суд в первом своем судебном заседании городской администрации сказал, что незаконной была продажа, потому что это место общего пользования, и не могли они продать это место. На что городская администрация подала кассационную жалобу, и 20 апреля областной суд должен либо принять ее, либо отклонить. Ну вот и посмотрим, что суд решит. Нет, стоп. Это же судебное решение. Вы же экономист. 4 гектара земли в центре города? Окей. Нет, я просто не знаю, какая была процедура. Вы считаете, что 300 тысяч рублей за 4 гектара в центре города это экономически выгодная сделка? А какое там разрешенное использование на этом участке? А туда собиралась эта организация, которая его купила. Это ООО «ГЗОРС» во главе с господинами Фаркиным, который числился, кстати, советником господина Быкова. Были проекты, они показаны. Там есть строительство жилых домов. Нет, ну видите, если там процедура нарушена, я не про процедуру вам, а про 4 гектара в центре города у зеленой зоны за 300 тысяч рублей. И вы считаете, что не было других, не могло быть других заявлений на эту землю, даже если бы перевели и можно было бы продать? Вы экономист, Лев Давидович. И что? 300 тысяч рублей за 4 гектара в центре города. Вы говорите про бюджет, что бюджет города не может, он нищий, неоткуда взять деньги. 4 гектара за 300 тысяч продали. А его оценивают, коммерческую стоимость, в 200 миллионов, даже если бы ее снизили, но 100 миллионов, но 50, но тут 300 тысяч. Кто-то другой не заявился по такой цене. Хороший вопрос, Лев Давидович. То есть там были нарушены, значит, в принципе. Ну потому что вам стало интересно, Лев Давидович, вам стало интересно, кто в составе тех людей, которые купил в итоге этот участок. Загляните. Хорошо. Или вы лукавицы. Это очень громкая была тема. И вы мне так не ответили на вопрос. Иначе не изучал, не знаю. Прямой вопрос. Еще раз последний. Лев Давидович Шварцблат, его особое мнение. 4 гектара земли в центре города, в парковой зоне, пусть она прилегает к парковой зоне, за 300 тысяч рублей. Адекватная цена? Не знаю. Не могу сказать. Все понятно. Сейчас прервемся на короткую рекламу, после чего продолжим особое мнение Льва Шварцблата в нашем эфире. Продолжается программа «Особое мнение». Мнение у микрофона Светланы Занько. И свое особое мнение сегодня высказывает директор института бизнеса Лев Шварцблат. Пенсионный фонд разослал уведомления индивидуальным предпринимателям, в которых начислил страховые выплаты фонд, исходя из оборота ИПшников за год, соответственно. Это возмутительно, сказали вчера в нашем эфире в дневном развороте господин Вавилов и господин Агаев, которых вы знаете. Андрей Вавилов – это защитник прав предпринимателей, господин Агаев – наш постоянный эксперт. Вот обороты не прибыли, они говорят. Это неправильно, совершенно не то обещало нам государство. И теперь ИПшникам придется платить вместо единиц десятков сотни тысяч рублей. Утверждали наши вчерашние гости, что у них таких денег нет у ИПшников. Все это приведет к закрытию индивидуальных предпринимателей. И даже цифру подсчитали. Около 4,5 тысяч индивидуальных предпринимателей в Кировской области уйдет, сдадут свои мандаты, что называется. Суды, в которые обращаются пока что единицы ИПшников, на стороне пенсионного фонда. Вы кого поддерживаете? Ну, вот смотрите, это опять ситуация достаточно давняя. То есть у нас сначала была фиксированная сумма платежей, которую предприниматели платят пенсионный фонд. Потом, по-моему, в 2013 году ее увеличили в два раза. И тогда очень большое количество предпринимателей закрылось из-за этого. Тогда все сказали, что ситуация неправильная, ее надо поменять. После этого был разработан закон, который как раз с 2015 года вступил в силу. И, собственно говоря, в рамках этого закона и решили, что вот есть фиксированная сумма, она, по-моему, 17 тысяч рублей тогда составляла. И дальше при обороте свыше 300 тысяч рублей в год дополнительный платеж пенсионный фонд 1% от этой суммы. От оборота? От оборота, да. И про это все знали. То есть пенсионный фонд неоднократно всем рассказывал. И мы вот на всех встречах с предпринимателями всегда на это обращали внимание. И, собственно говоря, все были в курсе этой ситуации. Предприниматели. Нет, мы на всех встречах, вы говорите. Лига предпринимателей, тот же Андрей Николаевич Вавилов был на этих встречах. То есть вот форум предпринимательства на Вятке, который проводило Министерство развития предпринимательства. И пенсионный фонд к ним обращался с просьбой довести эту информацию до предпринимателей, чтобы они четко понимали, сколько им надо платить. Любой предприниматель, ну, то есть вот, когда ты планируешь свою деятельность, ты же планируешь предполагаемые доходы и расходы. Расходы предпринимателя, это в том числе налоги, которые он должен уплачивать от своей деятельности. Налоги известны заранее. То есть, по крайней мере, в этой ситуации их не меняли за одним числом. Это было известно заранее. И, ну, значит, если вы находитесь, выбрали, значит, то есть можно же по-разному зарегистрироваться, да, то есть по-разному можно вести свою деятельность. Если вы выбираете в виде деятельности как индивидуальный предприниматель, это все-таки предполагает, ну, не такие большие обороты. Если у вас очень большие обороты, они увеличиваются, ну, просчитайте заранее. И может быть тогда действительно вам создать общество с ограниченной ответственностью, где таких обязательств нет, и там, ну, другие налоги, они будут гораздо меньше, ну, вот при таких оборотах. Значит, и все про это знали. То есть, и опять у нас получается, что знали, не услышали, не узнали, не подумали, не посчитали. Потом это обстоятельство наступает. И они говорят, ой, что ж так много получилось? Ну, то есть сколько еще раз надо рассказать об этом, чтобы люди научились заранее планировать и какие-то действия совершать. Ведь у нас, ну, как бы очень большой выбор, там, видов налогообложения, да. И, значит, вот даже, например, вот торговля, где раньше, например, обязательно было налогообложение в виде единого налога на миньонный доход. Сейчас это добровольно. То есть ты можешь выбрать и на налог на миньонный доход. Можешь выбрать упрощенную систему. Можешь выбрать 6%. Можешь 15 дохода минус расхода. Можешь на обычной системе налогообложения. То есть в зависимости от того, что ты делаешь, какие у тебя доходы и какие у тебя расходы, можно выбрать оптимальную систему. Поэтому в этой ситуации, ну, а что теперь делать? А вот что теперь делать? Платить. Наши гости сказали, что они будут бороться и дойдут вплоть до Верховного суда и так далее. Перспективы? Ну, вот, наверное, если буквально смотреть на букву закона, да, то там надо платить. Другая ситуация, что, может быть, ну, там, какие-то виды деятельности или какие-то, ну, значит, там. То есть, к сожалению, у нас закон не позволяет, ну, для одного какого-то человека, в силу, там, его каких-то обстоятельств, ну, там, снизить. Но, насколько я понимаю, значит, и налоговая инспекция, и законодательство позволяют, ну, например, делать рассрочку, еще какие-то, значит, послабления, это возможно. Но то, что уже насчитано, если это насчитано правильно, то с этой суммой уже, ну, наверное, ничего не сделать. А вот сейчас, когда два года прошло с принятия этого закона, и сейчас начали платить, вот с высоты этих лет все-таки посильная ноша была тогда зафиксирована? Ну, наверное, вот это вот, ну, не совсем было правильно все-таки, вот, редакция закона принята. Тут, с другой стороны, вот, значит, если говорить о том, что вот есть, ну, от оборота или от прибыли, да, то есть, ну, оборот, понятно, да, вот, все, что у вас поступило, это оборот. Когда мы начинаем говорить про прибыль, значит, там, расходы, это не расходы, можно их отнести, нельзя их отнести, это усложняет. Может быть, надо было там бороться не за 1%, а за 1,1% и так далее. Ну, то есть, вот за такие вещи. Но ведь, как бы, про это знали. То есть, понимаете, если бы сейчас задним числом ввели, ну, другое дело, вот, как тогда увеличили в два раза задним числом, конечно, все были против общественной организации предпринимателей. Но сейчас-то такого не было. Вот это удивительно. Сейчас-то заранее все знали. Это как они не могли просчитать, что такое 1% оборота, прибыль, где от оборота, может, даже и прибыли-то нет. Может быть, затратка такая, что там... Это иллюзия, что считают. К сожалению, у нас, там, ну, наверное, не 90%, но процентов 70% не считают. Не считают и не планируют. И потому что, ну... А это почему происходит такое с предпринимателями? А это, ну, как бы... Или это не предприниматели, закон-то ведь не они принимали. Это, нет, это вот... Ну, обсуждался сообщество. В целом, в целом, менталитет. Менталитет, когда, значит, ну, авось как-нибудь, ты там... А, чуть-чуть снизили, вроде бы, от отначальной суммы, и уже хорошо, да? Вроде я слышал, что там что-то такое. Ну, значит, там, ну, открой закон, найди консультанта. Массу есть, как бы, вот, ресурсов совершенно бесплатных. Да как же мы можем оценить-то теперь профессиональные сообщества, которые принимали этот закон, насколько они профессиональны? Ну, тут все, в общем, постарались. И те, кто принимал, и, значит, и те, кто его там рассказывал, и те, кто его дальше использовали. Вот, в общем, все в этой ситуации хороши. Но, значит, тут только нельзя не отметить, что все-таки он был принят заранее. И это правила игры известны заранее. То есть, вот против чего мы всегда выступаем, когда правила игры меняются задним числом. Вот это совершенно недопустимо, потому что тут уже, ну, как бы, сказать нельзя. А когда ты заранее знаешь, ну, все-таки ты можешь как-то, там, объективно оценить последствия. А как Вы относитесь к предложению Минтруда об увеличении выплат индивидуальных предпринимателей, например, по ОМС? Мы знаем, что они сейчас платят сумму не очень большую, где-то примерно 3 с чем-то тысяч, например, да, в зависимости тоже там от оборота, да? Там у них зависит от уровня дохода, по-моему. Ну, где-то небольшая сумма совсем. Она даже меньше, чем у нас, например, в Кировской области, выплата правительства по неработающим гражданам, которые у нас составляют больше 6 тысяч. Вот сейчас предлагается, чтобы индивидуальные предприниматели стали платить по ОМС не меньше, чем эта сумма. Но это все равно получается увеличение в 2 раза, а где-то в других регионах и в 4 раза по ОМС. И все это с 2018 года, насколько я понимаю, собираются ввести. И теперь тоже вот шумит сообщество. Ну, там не только ОМС, но еще и другие выплаты страховые. Что и так-то нас стало меньше, а уничтожится совершенно уже вот этот вот класс. Ну, я категорически против вообще любого увеличения сейчас налогов. Любых налогов, сборов, потому что, ну, не то время, не та ситуация, чтобы их увеличивать. Тем более, что, ну, как бы вся политика сейчас направлена на переход людей в платную медицину. То есть, да, он тут как бы не заплатил, но если там, не дай бог, человек заболел, он там, многие, да, у меня знакомые, идут уже в платные, значит, медицинские центры платят там. Поэтому, ну, значит, сейчас как бы не то время, не то время, чтобы какие-то налоги вообще увеличивать. Идеально был бы вариант какие-то бы снизить, но уж точно не увеличивать. А еще такой вот аспект. Когда правительство и Минтруд разрабатывают подобные предложения, такие законодательные акты, почему к ним не прилагается никогда исследование, насколько там снизится доля этих же индивидуальных предпринимателей в России? И достаточно ли окажется оставшаяся доля, чтобы обеспечить население соответствующими услугами, продуктами и соответствующую часть людей вот занятостью, самозанятостью? Это очень хороший вопрос, потому что мне тоже всегда очень, как бы, нравится вот такая фраза «выпадающие доходы бюджета». Значит, если мы не повысим, то вот выпадающие доходы бюджета. Но ты, поди, еще собери эти выпадающие доходы, да, то есть, никакой гарантии, что мы там, ну, что вы сейчас, если мы повысим в два раза налоги, мы что, в два раза больше денег соберем? Ну, нет, да, тем не менее, вот это выпадающие доходы бюджета. И вот эта вот идеология, она все время присутствует. То есть, вот когда там что-то повышают, говорят, вот, значит, если мы не повысим, вот выпадающие доходы, да, мы это потеряем. А то, сколько мы потеряем предпринимателей и сколько мы на самом деле недополучим, причем не только налогов, но, как вы правильно говорите, там, работ, товаров, услуг для людей, да, то есть, насколько уменьшится конкуренция, соответственно, ведь уменьшение конкуренции – это, как бы, разгон инфляции, да, то есть, что может заставить снизиться на только конкуренции, да, когда там много товаров одинаковых, вот тогда они начинаются как-то снижать. Если там товар один монополист, мы прекрасно видим, мы монополистом, что там, значит, как прекрасно это все работает, и как цены там увеличиваются. Поэтому вот такого анализа не делают, не делают, и когда вот тогда пенсионный фонд… Никогда не делают. Ни разу я еще не видел, чтобы было написано, что вот если мы увеличим, значит, там, вносы пенсионный фонд 17.34, мы, значит, потеряем, там, миллион предпринимателей. Никогда этого не пишут. Мы ничего этих людей займем в такой-то сфере, например. Да, 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 да. И какие будут затраты бюджета на, например, там, программы занятости этих людей. Или выплаты по безработице. По безработице и так далее. Никогда этого никто… К сожалению, не делает, и ни в одной программе… Вот индивидуальный предприниматель, который, например, оставит эту индивидуальную деятельность, если повысит плату по ОМС, например, он платил 3, и уйдет, станет безработным, область за него будет вынуждена платить в 2,5 раза больше. Ну, то есть, варианты, да. Он, значит, уйдет, станет безработным. Он уйдет в тень. Возможен вариант? Возможен, как бы, масса таких ситуаций мы знаем. То есть, даже те 3,5, которые мы получали, мы их уже теперь не получим, да. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс все остальные налоги, которые он платил, он же там платил тот же пенсионный фонд, из которого формируются пенсии. То есть, там дефицит еще увеличивается. Он еще платил налоги, кстати, которые… А сейчас я когда задам вопрос, а почему у нас так? Я услышу ответ. А потому что менталитет. Ну, а как вот? Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Нет больше никаких, да, определений по этому вопросу. Вроде бы все все прекрасно понимаем, а когда собираемся в заглядательный орган, то сразу у нас как-то понимание коллективное исчезает. Последний вопрос. Хорошая новость. Вот буквально только что размещена информация на портале «Бизнес новостей» в городе Кирове. Сегодня, 7 апреля, на встрече представители правительства Кировской области с делегацией Республики Беларусь обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Что примечательно, господин Котличков, который курирует сельское хозяйство и продовольствие в нашей области, предложил белорусам здесь внедрять свою переработку молока. То есть, я так понимаю, строить предприятие и работать. Он сказал, что мы производим полторы тысячи тонн в день молока, а перерабатываем только тысячу. Кстати, куда уходит? Не знаю, еще полтона. Но это хорошее... А, белорусы сказали, что да, мы такие хорошие производители, мы подумаем. Но, естественно, они приехали прежде всего для того, чтобы сюда свои продукты завозить. Но давайте про молоко. Вот это хорошо будет, если, например, белорусские, промышленники, переработчики молока придут в Кировской области и пустят... Ну, хорошо, если к нам придет вообще любой инвестор, потому что, действительно, у нас не так много регионов, где существует переизбыток. То есть, в большинстве регионов России существует дефицит молока. То есть, там молоко завозится, то есть, на собственное потребление не хватает. Немного регионов, в том числе и Кировской области, где такой переизбыток существует. Значит, один из таких регионов, это, кстати, Краснодарский край, и там сейчас собираются инвестировать порядка 7 миллиардов рублей в сыроваренное, в сыродельное производство. Кто собирается инвестировать? Инвестировать собирается агрокомплект. Это, ну, вот семейный бизнес нашего министра сельского хозяйства. Федерального министра. Федерального министра, да. И поэтому любой инвестор, Белоруссия, там, любая другая страна, если, значит, они инвестируют в производство сыра в Кировскую область, это, конечно, благо. Потому что, во-первых, появляется у наших молочников, появляется гарантированный сбыт по нормальной и там пофиксированной цене. А у переработчиков конкуренты? У переработчиков, ну, у нас, на самом деле, на сырном производстве большой конкуренции нет. То есть сыр нет. А у нас, как у потребителей, появится больше возможностей такую продукцию произвести. Причем она может быть и вывозится и в другие регионы. Делается, что, ну, как бы совокупный, там, региональный валовый продукт увеличивается. То есть для нас это однозначно очень большое благо. А белорусам-то это зачем? У них своего молока ведь достаточно. Они сюда приехали сбывать свои продукты? Нет, им это интересно в том случае, если у них есть возможность для инвестирования. То есть они ведь могут, ну, накопили какой-то капитал, да, они могут инвестировать его у себя в регионе, они могут инвестировать вот здесь. Причем если они инвестируют здесь, это же будет, кстати, там, сыр производства России, ну и, соответственно, его будет, может быть, в России проще продавать. Ну, вот я из материала на бизнес-новостях не увидела, что они заинтересованы в инвестициях, потому что вот они говорят, наш потенциал, наших производителей произвольщики. Ну, я думаю, что в ближайшее время какой-то крупный инвестор придет, потому что этот рынок растущий, он очень перспективный, и вот этот вот избыток молока, думаю, что в ближайшее время придет инвестор, и сырное производство будет развиваться. Спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Напоминаю, что вы слушали особое мнение директора Института бизнеса Льва Шварцблата. Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания.